всем привет на моем канале в этом видеоролике поговорим об интернете и в частности о том как раздать интернет по дому не прокладывая кабеля технология уже достаточно не нова используется давно и существует в исполнении в различном скажем так исполнении сейчас мы поговорим об этом подробнее и действительно до интернет можно взять из обычной розетки с помощью вот таких вот блочков называется технология поверлайн и сейчас мы поговорим о ней и немножко протестируем я расскажу о своем опыте вообще забегая наперед наверное скажу что эта проблема частая когда у вас вайфай роутер либо даже два роутера если большой дом либо квартира с толстыми стенами и они не дают результата иногда приходится все равно подходить ближе там и скажем так некоторые устройства протягивать кабеля втянуть через квартиру и так далее это не совсем удобно и вот для этого мы можем использовать поверлайн адаптер поверлайн адаптер собственно есть нескольких версий современная поверлайн адаптера этого не совсем такие современные но тем не менее рабочий вариант я его использую у себя сейчас расскажу о тонкостях этого в частности адаптера и немножко потестим зайдем в веб-интерфейс подключим его посмотрим как она работает значит про поверлайн поверлайн соответственно передает интернет по существующим кабелям электропроводки у вас доме естественно желательно чтобы это было целес целостная проводка чтобы поменьше было разводок всякие сетевые фильтры не очень-то приветствуется хотя вот в частности вот этот вот поверлайн адаптер он у меня работает и в удлинителе и проблем с этим никаких нету и еще один момент в том что эти поверлайн адаптеры очень чувствительны к различного рода помехам в сети нагрузкам в сети ну давайте по порядку значит в чем суть этого пола индактора вот у нас такая вот назовем его база это фирма конрад не знаю есть ли такая у нас продается ли но тем не менее есть ты по линковский есть различным делала и тому подобное здесь индикаторы кнопочки собственностройка очень простая в идеале вставить рядом в удлинитель и зажать кнопочку здесь вот эту кнопочку домик нажать а здесь 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 где-то у нас здесь еще была кнопочка вот здесь просто кнопка подключения все и соответственно не за конектится между собой и вот это вот база вот это вот база точнее на ней есть обозначение вот конкретно это пл 500 д потребляет она 0 1 ампер 230 вольт соответственно просто вставляете розетку более современные и новые модели уже идут с розеткой чтобы вы не теряли соответственно саму сам разъем розетки если вам это необходимо для небольших нагрузок здесь мы видим кнопочку reset и также 2 лан порта можно подключить 1 лан порт соответственно на вход и здесь взять еще для например того же телевизора и бросить это рядом с роутером если у роутера недостаточное количество портов здесь есть индикатор при подключении он будет гореть собственно ничего сложного нету абсолютно никаких настроек изначально не требует я его ресетил пробовал еще раз настроить абсолютно никаких настроек он работает даже из коробки просто подружить между собой два адаптера у меня таких вот два адаптера то есть это приемники здесь у нас есть лан порт и этот же адаптер может раздавать вайфай пароль от него вот здесь соответственно он работает и как маленький вайфай роутер для какой-то комнаты можно отключать собственно на него заходить мы зайдем на интерфейс данного устройства посмотрим какие там настройки есть отключать индикаторы настраивать его там устраивать сеть параметры сети вайфай когда ему раздавать когда нет даже можно создать одну еще дополнительную гостевую сеть то есть это устройство с помощью соответственно сети 220 вольт здесь используется двухпроводная сеть в более современных уже идет и заземление используется и выбирается более качественный канал соответственно здесь происходит модуляция и разделение самого сигнала данных разделяем данные на несколько пакетов и это все модулируется собственно с частотой с определенной как мы знаем здесь что у нас в розетке 50 60 герц и если использовать другие частоты то в принципе можно без помех передавать сигнал и собственно передаем по двум линиям фаза 0 и как я сказал можно еще использовать землю для этого это уже более современных там скорость кстати может достичь уже гигабита при хороших условиях здесь честно сказать но больше 50 и 100 и и не будет в нормальных условиях где у вас скажем так даже не нормальных условиях где у вас куча всяких удлинителей и различных устройств с помехами то я думаю 50 но в принципе этого достаточно если у вас вайфай работает вот так и дальше мы вставляем вот такое вот устройство приемник рядом с тем например с телевизором с компьютером кстати если нету вайфая без проблем либо устройством которого нет вайфая адаптера вставляем и соответственно берем провод я сейчас все подряд продемонстрирую и получаем вайфай уже в другой комнате на другом этаже например даже вот у меня частности в доме два этажа и на второй этаж у меня вайфай практически не добивает ну и даже я сейчас покажу на опыте что есть у меня в соседнем комнате соседней приставка не очень хорошим модулем вайфай этот адаптер дает при скорости на входе где-то 50 через удлинитель он дает 15 дает этого достаточно для телека для ютюба с головой плюс он раздает вайфай в этой же комнате можно это отключить как я сказал итак что же будем переходить к делу подключать можно в любой порт это мы ставим к роутеру это уже будем подключать к тюнером и к приставкам и потестим зайдем на веб-интерфейс для того чтобы посмотреть айпи адреса и зайти на собственно эти приемники здесь есть у нас в настройках дешепи моего роутера ты пылинк вот таких два устройства 109 101 и перейдя по адресу 192 168 0109 у меня в частности мы можем видеть такой-то интерфейс здесь у нас соединение защита был си девайс из powerline connection девайсы которые здесь в лан монитор можно посмотреть здесь информацию у меня здесь ничего не подключено собственно к одному из этих адаптеров это я зашел на один из адаптеров в лайн статус можно отконфигурировать устройство девайс security можно изменить пароль установить его можно поставить дешепи адреса раздавать ему или нет plc settings собственно говоря по тоже можно запаролить сеть установить дату и вот здесь я просто подключал светодиоды чтобы они не мигали настройка название сети которая высвечивалась может добавить гостевой аккаунт фильтра поставить на вайфай и защиту собственно сделать вайфая так как вам нужно ну или вообще отключить если вам не нужен вайфай от этого адаптера без проблем это отключается ну и собственно есть еще некоторые настройки по обновлению по сбросу конфигурации можно сохранить свою конфигурацию соответственно потом из файла и и же обновить не совсем такое сложное какое-то меню для обычного пользователя но тем не менее позволяет сделать настройки и понять что и в каком режиме работает здесь мы можем видеть основной адаптер powerline и приемники которые работают в этой сети в локальной сети plc в общем то вот такой вот монитор давайте теперь потестим посмотрим что у нас будет по скорости здесь как видим на входе нам обещали 80 по факту здесь даже если взять провод у меня по проводу больше чем 50 не приходит поэтому отталкиваемся от цифры в идеальных условиях если подключено вот напрямую это 50 а там и того меньше обычно даже это 40 поэтому от этой цифры будем отталкиваться посмотрим насколько он будет ужимать это все я буду тестить с вот таким вот роутером tp-link собственно с любого и желтых портов с выхода я возьму сигнал и подключу его на landport данного устройства при этом у нас зажигается лампочка и соответственно connect есть теперь будем подключать приемники и тестировать здесь у меня стоит удлинитель и собственно говоря все это проходит даже через удлинитель посмотрим как она будет работать через удлинитель и так вот здесь у меня стоит второй адаптер одна из баз кстати нужно заметить что сигнал будет делиться общий на количество таких вас если у вас заходит например 100 мегабит в идеальнейших условиях то 10 бас соответственно а возьмет в идеальных опять же условиях разделить это все на 10 и стоит приставка у него такая вот обзор на нее есть на канале кью 96 по моему называется она так и 96 кибут здесь у меня подключен land pro landport и land кабелем подключена приставка но мы потестим сейчас и вай фай и собственно говоря не только вай фай а еще и по тестим лан подключение вот сейчас она как раз и есть на входе у меня всего лишь 50 на выходе 10 то есть на загрузку 50 это в идеальных условиях на роутере потому что собственно стоит дорого сейчас мы тестим подключение по one порту получаем мы здесь стабильную десятку даже 11 хотя я скажу честно у меня было 15 даже это неплохо учитывая что у нас два удлинителя здесь собственно также удлинитель стоит все это подключено через удлинитель и десяточка на отдачу как неудительно на отдачу 12 даже 12 6 почему так показываю потому что я сейчас стараюсь не показывать никаких приложений рекламы так далее собственно мы можем видеть что 12 6 12 6 теперь давайте мы переподключимся на вай фай причем находится это все не так уж и далеко от роутера от самого вот здесь мы можем видеть сеть вилан собственно от этого же устройства которое от приемника от powerline адаптер теперь мы подключились к роутеру ты плинк напрямую иногда кстати скорость скачет до предела где-то в идеальных условиях скажем так у меня больше чем 35 не было на загрузку на скачать pink 14 скоро здесь немножко ниже чем по кабелю но и у условия у меня вообще ни разу не идеально проводка не самая новая и также соответственно у меня здесь два углянителя в которой включены как база такие собственно сам приемник еще раз по тестим кабельный это у нас было результаты 10 на 8 по вай файм который находится рядом через тоненькую тоненькую стену здесь побольше 14 но вообще 15 где-то выходит 15 на 15 сейчас я вам хочу сказать что ничего не подключено к вай фай вообще то есть если будет несколько телефонов кто то что будет смотреть сеть будет проседать 14 4 результат немножко лучше но это повторюсь рядом с вай фай роутером теперь давайте посмотрим как это будет работать на достаточно большом удалении когда вай фай собственно говоря уже практически не добивает теперь мы поднимаемся на второй этаж я не знаю какие здесь перегородки стены и так далее и насколько хороша здесь проводка но я надеюсь вы помните данный телевизор показывал со своего видео в одном из своих видео я его нашел и он у меня еще даже видите работает hdms ик на нем был пункт и собственно этот телек до сих пор работает у меня здесь есть кабель и есть подключение по вай фай данного устройства это устройство у нас жить и медиа комбо обзор на эту приставку конечно же есть на моем канале включайте смотрите специально не включаю захват hdmi для того чтобы я уже не знаю честно я как поступать потому что у меня куча жала постоянно жалобы выскакивать но на некоторых каналах я видел нет никаких проблем все как и раньше снимают и изображение каналы и стрим с спутниковых каналов с ресиверов и все нормально у меня постоянно жалобы уже блокировали канал уже удаляли канал и собственно даже и только удаляя канал еще и из последних видео опять было предупреждение уже по-новому так что у нас пультом смотрим тест сейчас я включу вай фай вай фай здесь меня был отключен тот же роутер 64 ты пылинк 64 что-то там и собственно говоря я пока подключу в розетку вот этот вот вай фай модуль просто в розетку я не знаю как она себя подключена какая разводка здесь есть тогда он законнектится погаснет зеленый индикатор вот он законнектился идет коннект а мы пока ожидаем появится ли сеть вай фай он раздаст вай фай нам здесь в этой комнате и собственно по входу получит он ее эту сеть так идет подключение обнаружил базу и в итоге законнектился я настроил так что он после коннекта отключает оба индикатора теперь посмотрим видит ли ресивер две этих сети вай фай он просто перезагружается но это жить и медиа комбо причем я ему ничего не делал что-то вот не понравилась ему такая вот заморочка чё-то с вай фаем что-то вы там пытаетесь найти какой-то вай фай не это не не подходит я лучше перезагружусь подумал джетти медиа и таки поступил ресивер живет своей жизнью но как спутниковая приставка я был на не использовал как android 9 android tv box вполне себя сойдет у него стоит некоторые приложения и работает он нормально относительно так смотрим чё по вай файл уже кто-то подключился вот он 6418 на то несмотря на то что показывает сеть полную это не так вот она теряется индикатор здесь такой себе странный а вот эта сеть появилась у нас от собственно говоря вот этого нашего адаптер вот еще для волок это другое немножко устройство но из этой же серии de vola другой производитель тоже использует power line линию 6418 сеть подключена по вай фая тестим скорость что нам даст вай фай пробуем подключаемся и смотрим обычно здесь не более четырех даже два ну скажем так youtube на минималках работу чего недостаточно было для и 5 2 при том что там какой-то индикатор где-то что-то показывает что сеть почти полная на отдачу 12 такой себя в частности отсюда мы ничего не закачиваем мы все время смотрим какой-то контент и соответственно два это очень мало теперь подключим лампорт вот он здесь в этот собственно адаптер подключается таким образом здесь слон порт все за коннектили а теперь переходим снова к ресиверу отключаем у него вай-фай здесь уже мы видим указану слон порт вай-фай мы для надежности все отключим индикатор вам порта и так заходим теперь чтобы потестить скоростью начинаем самому интересно что произойдет ну за коннектился уже хорошо и как мы видим те же почти 15 он жмет ну как мне кажется результат налицо мы также можем потестить тут кстати даже больше скорее всего здесь даже проводка как-то немножко получше и плюс здесь нет удлинителя нужно заметить важно здесь у нас подключена на прямую розетку то есть это очень сильно как видим играем роль играет роль почти 20 это отлично хороший результат и можно также потестить тот же вай-фай ну я могу это с телефона по большому счету сделать но тут же вай-фай который раздает данный адаптер то есть он при этом всем все равно раздаст а лучше сеть чем сеть раздающую чем ты плинк который здесь рядом при этом он раздаст сеть вай-фай не знаю если здесь пароль в общем проблема вот он вай-фай до пароля нет а он там достаточно сложный сейчас его не внесу она суть следующем что как видим сеть вай-фай здесь ты плинк она вот такая вот сигнал не добивает практически есть какой-то вы лан точнее 2 ты плинка 11 фай это не моё и вот вы лан это вот этот адаптер он раздает здесь сеть и довол он находится в другом помещении с другим адаптером соответственно тоже power line но здесь не работает как видим здесь вот результат на лицо работает эта штука в таких условиях когда здесь у нас power line в розетке а если мы еще подключим там без удлинителя то будет вообще идеально и я думаю что он свои 30-40 которые на входе ну 30 как минимум отдаст а этого для просмотра контента вполне себе достаточно смотрите мои видео подписывайтесь на канал видео по этому телеку работает на удивление до сих пор всем спасибо подписываемся на канал удобная штука маш система лучше но это тоже пойдет пока